Молитва Святому Великомученику Трифону Быстрый переход к молитвам ежегодно, 14 февраля Православная Церковь празднует День Памяти Святого Трифона Мученика. Его часто можно видеть на иконах в виде юноши, на пальце которого уселся крещет. Согласно верованиям, молитва Святому Мученику Трифону возносится для обретения защиты от зла. Трифон был рожден в Афригии, в селении Кампсада, недалеко от города Апамея в семье благочестивых крестьян. Он не получил образования и занимался тем, что пас гусей. Тем не менее, Святой Смольства прославился способностями изгонять бесов, исцелять недуги и творить остальные благодеяния молитвой. Однажды мальчик изгнал при помощи молитв и Божьей помощи насекомых, истребляющих посевы. Именно благодаря этому чуду церковью был установлен особый способ обращения к Святому Мученику Трифону для изгнания вредителей. А после, будучи семнадцатилетним юнцом, он изгнал беса из дочери римского царя Гордиана, правившего в 238-244 годах. При этом согласно легенде Трифон заставил предстать духа терзавшего девушку перед глазами отца для доказательства. Полученную плату за помощь в борьбе с бесовскими силами пари раздал по дороге домой нищим. Почему же Трифон стал именоваться святым мучеником? Когда римский престол занял Дикий 249-251 годы, будучи жестоким гонителем, христиан тот пожелал, чтобы поймали Трифона и пытали. До тех пор, пока тот не отречется от веры. Молодой человек был схвачен подвешен на дыбе и бит в течение третьих часов. На удивление, жестокие палачи не смогли добиться от него ни единого стона. После этого Трифона бросили в темницу. Юношу пытали еще не единожды, он выдержал все, но не отрекся от веры. За это он был приговорен к усечению мечем. Тело мученика было предано земле в городе Кампсады, а затем его мощи перевозились в Константинополь, а после – в Рим. Итак, с тех пор святой Трифон почитается в качестве целителя, покровителя охотников и диких и домашних животных. Молитесь с верой молитва святому Трифону может возноситься тогда, когда вы желаете оградить себя и семью свою от зла. Часто великомученику молятся, когда желают спасти огород от разорения насекомыми и других напастей. Так как святой и занимался при жизни целительством, то ему молятся для обретения здоровья. Также священному мученику молятся для обретения благополучия в делах. Лучше всего молиться святому мученику Трифону в церкви перед его иконой с мощами. Однако молитва не будет менее действенной, когда вы станете обращаться с ней к святому дому. Осветите икону, где изображен Трифон и отведите ей особое место в комнате. Желательно, чтобы во время молитвы перед ликом горела церковная свеча. Если захочется произнести молитву в месте, где нет иконы, свечи или церкви, обращайтесь к святому, мысленно представляя его ли к себе. Сила визуализации работает всегда при любых обстоятельствах. Главное – молиться от сердца. Обращайтесь с чистыми помыслами, небесные силы вас услышат. Молитва перед началом работы молитв, обращенных великомученику Трифону, великое множество. Ниже мы приведем самые популярные из них. Молитва перед началом работы либо дела помогает решить любую проблему, достигнув благополучия во всем. Молитва по окончании дела. Произносить ее нужно всегда, чтобы святой Трифон не оставлял вас и всегда стремился помочь, в случае возникновения таковой надобности. Молитва святому мученику Трифону, чтобы избавиться от печали, улучшить здоровье, спасти от злобы. Молитва Трифону о святой мучениче Христов Трифоне, скорой помощниче всем к тебе прибегающим и молящимся пред святым. Твоим образом, скоропослушный Предстателю. Услышь, убо ныне и на всякий час моления нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою. Тубо, угодниче Христов, сам обещался Еси прежде исхода твоего отжития сего тленового молитесья за ны, как господой и спросил. Еси у него дар сей ащектов коей-либо нужде печали своей призывать и начнет святое имя твое той, да избавлен будет от всякого прилога злава. И я кожа ты иногда от черца реву в Риме, градя от дьявола мучему, исцелил Еси, сицы нас от лютых его козней, сохрани вовсе дни живота. Нашего, наипаче же в день страшный последнего нашего издыхания предстательствия нас, егда тем не из раки лукавых бесов окружать и устрашать и нас начнут. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых бесов, и к Царствию Небесному предводитель, иди же ты ныне предстоише с ликом. Святых у престола Божия, моли Господа, да сподоби ты нас причастниками, быть и пресс насущного, веселее и радости, да с тобой купну достоимся. Славите Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. Аминь. Читать далее. Вы можете использовать не только общеизвестные слова этих молитв. Вознесите свою молитву Святому полную верой и любви к Нему. Вы должны ощущать его присутствие в сердце, зная, что обязательно заслужите внимание к собственной персоне. Святой обязательно поможет вам, когда вы станете обращаться к Нему с добрыми намерениями и просить, не желая никому зла. Однако учтите, что Трифон никогда не может лентяем, вам придется и самим приложить усилия для обретения своего счастья. Если будете просить его о милости с искренней верой и помощь, он непременно откликнется на вашу просьбу. Видео «Молитва Трифону» Субтитры создавал DimaTorzok